То Бог ель, яко Бог наш. Звучит песня. Непомітно пролетіли 50 днів зі Світлого Христового Воскресіння. І от вже в неділю ми з тобою, друже, зустрічатиме велике двонадесяте свято Святої Троїці, яке є днем народження Православної Церкви. Спаси Господі, дорогі братья і сестрі, мені здається, що треба почати, якщо ми говоримо о Святої Троїці, то треба почати нашу передачу таким образом, «Во ім'я Отця, і Сына, і Святого Духа, амінь». Хочеться сказати, що цей праздник, він називається день рождення Церкви. Начнем, скажімо так, наш разговор з догмата. Догмата – це богооткровенна істина, яка дається Богом і відкривається тільки в Церкві, і яка взагалі для всіх. Тобто, скажімо так, в переводі на мирський язик – це аксіома, то є теорема, не требуюча доказательств. В древнегреческому язикі слово «догма» имало именно це значення, що це какой-то закон, який не требує доказательств, який не требує каких-то дополнительних, скажімо, установлень. Це правило, не требуючі доказательств, обча об'язкова для всіх. Це значення слова «догма». Главним догматом Православной Церкви є догмат о Святій Троїці, тобто, що Бог єдин, але троїчен в лицах, тобто, Бог Отець, Бог Сын, Бог Дух Святий. Почему це так, почему именно три іпостаси Святой Троїці, три лица Святой Троїці, і почему таким образом відкривається нам Господь, ми не знаємо. Тобто, якщо говорити о всіх єресях і розколах, в основному о єресях, які существували в період історії Церкви, дуже багато, наче на Ариані, Македоніані, Духоборі, і більш современні вже нам єресях, то вони всі відникали з-за того, що люди неправильно воспринимали догмат Святой Троїці. Вони пыталися проникнути за завесу цієї тайної, тайною Святой Троїці. Почему Бог – це Святая Троїця, я ще раз повторюю, ми не знаємо. Це тайна, яка нам приблизиться не дано. Тобто, ми можемо только принять, що це действительно так, що це істинно так. І от таким отобразом ми повинні себе вести, себе позиціонувати по відношенню к Богу. Ми повинні всім сердцем принять і всім сердцем ощутити, що Бог є именно Бог Отець, Бог Сын і Бог Дух Святой. Але це не три божества, а один Бог, єдиний в трех лицах. Тобто, і Бог Отец ні від кого не рождається, він завіде є. Бог Сын, він рождається вечно от Бога Отця. І Бог Дух Святий, він вечно исходит від Бога Отця. Такий, скажімо, догмат о Святій Троїці, який зафіксуваний. Недавно, в прошлое воскресенье, праздновали День пам'яти Отця Первого Вселенського Собора. І вони якраз розкрыли, всіх боротьби з ересью Арии, вони розкрыли этот догмат Святої Троїці в одній з найголовніх молитв православного християнства після Символа Вері, після Отче наш, це символ Вері. І після, скажімо так, після П'ятидесятніці, День Святій Троїці називається ще П'ятидесятніці. Після, 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 про яку ми поговоримо далі. Оно зробило на 50-й день після Светлого Христового Воскресення. Т.е. Вознесення на 40-й день після після Пасхи і на 50-й день, т.е. через 10 дні після Вознесення, після День Святій Троїці. Тому цікаво, що, наприклад, Вознесення завжди празднується в четверг, а Святая Троїця празднується в воскресенье, но празднується два дня. Це День Святой Троїці і є День Святого Духа. То есть День Святой Троицы называется потому, что в истории человечества очень точно, очень объективно и очень, скажем так, символично и знаково открылось третье лицо Святой Троицы, открылся Святой Дух. То есть если мы знаем, что в Ветхом Завете более всего действовал Бог Отец, Господь Саваоф, Я есмь Яхва или Егова, то есть Сущий, то есть открывался Моисею Бог Отец, Святому Пороку Моисею, другим Пороком Бог Отец. Хотя через него действовал и Бог Сын, и Бог Дух Святый, но люди знали Бога Отца, то есть скажем так, в Новом Завете, да, то есть уже, то есть начиная с Рождества Спасителя, но Его Святого Вознесения, нам открылось второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, да, который вочеловечился, который пришел воплоти на землю, который спас всех нас своими крестными страданиями, воскресением, вознесением. И вот в Евангелии от Иоанна есть такие слова, да, что сказано, что я пошлю вам утешителя, Святого Духа, который утешит вас, но будет лучше для вас, чтобы я отошел, потому что если я не отойду, то как бы утешитель к вам не придет. И поэтому, скажем так, что очень важно вот это вот понять, что Бог Сын нам каким-то образом, тоже очень таинственным и непонятным для нас, Он открыл дорогу для Святого Духа, для снисхождения Святого Духа. И вот когда это снисхождение Святого Духа, оно именно и произошло на 50-й день после Светлого Христового Воскресения, это событие очень четко зафиксировано Святым Апостолом Велисто-Еванлистом Лукой, когда, то есть в деянии святых апостолов во второй главе, когда Сионская горница, где повелел Господь после Своего Вознесения пребывать апостолом, она наполнилась шумом, как бы от сильного ветра, и когда огненные языки явились в воздухе, да, и почили на Престой Богородицы, и на святых апостолов, они разделились и почили на них, и таким образом эти люди исполнились благодати Святого Духа, и таким образом произошло этот день рождения Церкви, когда благодать Святого Духа, она напитала Церковь, когда благодать Святого Духа, она благословила Церковь, и когда эти уже люди, они стали, скажем так, первыми священнослужителями Бога, когда Господь их подготовил, Он подготовил их сердце, Он подготовил их покаянием, Он подготовил их знакомство с собой, своими заповедями, и вот именно в этот день и установлено это великое двунадесятое празднество, именно в честь этого события, дня рождения Церкви, схождения на апостолов Святого Духа, вот как бы это, что нам нужно знать об этом, и почему этот день называется День Святой Троицы, потому что нам открылась в этом благодать, что Третье Лицо Святой Троицы, начало действовать Третье Лицо Святой Троицы, начал действовать Святой Дух. В то же время хочется сказать, что один профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии сказал такие замечательные слова, что Пятидесятница продолжается, то есть понимаете, когда в Сиомскую Горницу сошел Святой Дух, это не точка, он зашел на святых апостолов и все, это не точка, то есть сошедствие Святого Духа продолжается, оно продолжается на нас, это троеточие, это длящийся процесс, который продолжает происходить, ведь вы посмотрите, все таинства, которые есть в Святой Православной Церкви, они совершаются во имя Святой Троицы, крещается Раб Божий или Раба Божия такая-то во имя Отца, Аминь, и Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь, разрешаются грехи тоже во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь, то есть все делается во имя Святой Троицы, и в это время человеку передается особенная благодать Святого Духа, поэтому, дорогие братья и сестры, мы будем, давайте, достойны вот этой вот благодати Святого Духа, потому что она продолжает на нас ходить, и она сходит на тех людей, которые действительно хотят и желают быть храмами Бога Живого, то есть тех людей, которые очищают свои души, тех людей, которые очищают свои сердца покаянием и исповедью, и тех людей, которые причащаются Святых Христовых Тайн, которые стараются не быть только традиционалистическими христианами, пришел, то есть воспринимать церковь как, скажем так, рынок, или супермаркет, или политическую организацию, или какую-то общественную организацию. Церковь не то, не то, не то и не то. Церковь — это храм Бога Живого, церковь — это дом Живого Бога, где обитает Господь, Господь в полноте своей, в полноте Святой Троицы. И тогда нам нужно понять, что, входя в церковь, мы вступаем во Святая Святых, и мы вступаем в Богу общение. Я желаю вам, чтобы вы искали вот это вот Бога общение, чтобы вы искали перерождение себя, потому что Господь, Он живой, Господь, Он сущий, Господь, Он есть всегда, и то, что мы Господа не видим, это не означает, что Его нет. То есть, понимаете, Он-то нас видит, и мы должны Его узреть не телесными очами, в первую очередь, а мы должны узреть Его сердцем и сердечно, и остываться, по примеру, никейских отцов, во единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, как говорится в одном из членов символа веры. Это очень-очень важно. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем находиться в этом обиталище Святого Духа, будем устанавливаться в Него, учреждаться и верить, что, подобно тому, как Святой Дух сходил на апостолов, подобно тому, Он сходит и на нас, лишь бы мы были готовы и достойны этого. Также хочется сказать, дорогие братья и сестры, что понедельник – это второй День Святой Троицы, поэтому желательно ничего не делать в этот день, ну, не предпринимать какие-то события, действия. То есть, День Святой Троицы празднуется всегда два дня – само воскресенье непосредственно и День Святого Духа, который всегда в понедельник празднуется. Поэтому будем стараться оставить свои дела и провести, по возможности, конечно, в этом секулярном мире время в храмах, тем более, что в Николаеве есть такой замечательный храм Святого Духа, настоятель, да, отец Варнава у нас. И, конечно, приходите все на храмовый праздник, туда ждем, да. И будем же, дорогие братья и сестры, достойны этой благодати Святого Духа, ибо Господь качает нас, как свой отец, младенцы на руках. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok